приветствую вас друзья так уютно тут у алтаря постоять далее кстати я прошу выпуске говорил что у меня пропали все ачивки но с ними кстати произошло вообще еще более интересная штука они пропали как-то частично то есть примеру мне почему-то допустим в прошлом выпуске давать ачивка карта 1 хотя бы эту карту точно находите когда прошу раз играли да и вот тем не менее мне далась эта ачивка но остальные вроде бы у меня там я так посмотрел некоторые ачивки у меня все равно остались с некоторые пропали некоторые остались так у частично как-то странно сработала эта фигня но такие вот дела я не пойму по моему в первой главе не найдем все эти скелетные руки да потому что нам же осталось вообще судя по всему вроде бы как пойти только к этой сердитой рыбки да наверное остальные мы найдем все во второй главе точно проведем рекламу ну а третью главу я уже помню не так чтобы очень так значит а мы там мы уже получается были а куда поднялась в топор видали кто-то топор метнул офигеть вы даете ребят возьми возьми топор братишка ну чё ты тюк меню записок сара исследователь и жители до так рыбки поход туда я туда ходил или нету что что-то я блин что-то я не могу сообразить а не смотри то что-то горит значит мы туда походу не ходили ну да алтарь его даже есть тогда карта все правильно показывает блин что-то меня я походу просто в прошлый раз как-то как-то не так смотрел что называется да потому что то получается что карту все показывает правильную это песечка чудовище мой зрел да тут будет большая рыба и помню даже так на полу не покажут но опять таки ей напугают когда я была совсем маленькая один мальчик частенько рассказывал о большой злой рыбе и обитающий в нашем озере он рассказывал как однажды прогуливаясь около озера увидел под водой красный огонек мальчик хотел было нырнуть в озеро чтобы посмотреть поближе но стоило ему зайти по колено в воду как огонек зашевелился и с большой скоростью поплыл прямо на него он тут же выскочил на сушу пожелав скорее оказаться дома по его словам ему удалось разглядеть преследователя это была огромная рыба и чешуя переливалась ярко-красным цветом а пасть была как у акулы сначала я не поверила ему на потом он показал мне картинки жутковатого сома сравнивая его с той рыбой которую увидел узнав какие чудища могут скрываться под водой рассказ для меня стал еще меньше казаться выдумкой даже когда я выросла несмотря на утверждение отца что это глупости все равно оказалось что где-то под водой в этом озере есть пещера где живет это жутковатая рыбина из изредка выплывающая наружу я так и не купалась в этом озере и не смогла проверить правда ли это рассказ мальчика яркими образами оживал в моей голове где я была вместо него и рыбина успевала схватить утаскивая в темные глубины несколько раз мне снились подобные кошмары несмотря на это мне нравилось находиться около этого озера она пугала и одновременно завлекала своей таинственность так мы можем туда пойти а можем вот еще в какую-то дырку залезть смотрите они хотят некуда залазить поплыли цепку упала не тоже было не так прикольно реализовано в прошлой версии плыву рук не было видно и вот как ты в воду окунался добавлю тоже не в этого эффекта прикольного да очень много стеря они поправили причем именно что лучшую сторону поправить сейчас я помню подберут этот предмет и появится рыбина и мне надо будет назовешь возвращаться да вот пузыри кто пустил видите 3 6 у меня уже этих штуковин 4 6 у меня такие утопили да так вылези братишка еще что не хочешь то я так вылези братишка еще что не хочешь то то есть да таки напала на меня это рыбка но вы слабо выжались грех не сохранится что называется суда опять музыка это включилась слушать а вот если пока у меня кучка даже прикольно а вот если попалась подальше просто интересно что будет понял то есть короче говоря не покупаешься больше ну ладно ну и не надо так вот вопрос что дальше делать вроде бы мы уже у всех были да у кролика были у зайца были у рыбки были ну да у оленя тоже были да получается единственный вариант теперь вот куда туда что ли идти но мышь оттуда по ходу пришли правильно братишки даже мы отсюда пришли да я очень просто плохо помню мы сара но еще одну записку не нашли видите тут два из двух четыре четырех а сара три четырех то есть одну сара на записку я где-то пропустил получается да ну походу я неправильно иду потому что ничего не происходит да я иду иду меня никто ничего не пугает а мы уже привыкли что когда ты идешь и тебя никто ничего не пугает знает что ты здесь не так а заодно наружу не можем даже пойти да а не то смотри я думал что он сейчас обрушится ну да это мы отсюда только начинали наш путь поэтому я так понимаю что не правда я живу я туда не очень понимаю куда шли туда еще идти вроде бы везде был сейчас будем вспоминать будем гадать так сказать так вот значит отсюда мы пришли в домике мы были я не думаю что есть какой-то смысл у него еще раз заходить ебать еще и лицо типа такое сердитая да офигеть с ножом сидит а так надо было таких домик зайти получаются а и это ребенка и а ну о сохранил ну да значит так было задумано хорошо ведь я оказался с такой что тоже не помню проблема то есть в том что у нас только 3 этих скелета на из 6 соответственно я где-то один постикал мы еще в первой главе вернее 3 я где-то еще не нашел да то есть походим сейчас никакое никакой ритуал провести не сможем так понимаю все потому что такая записка грибов у них тут завалить так Продолжение следует... Продолжение следует... А, вот точно, по-моему, сейчас будет вторая глава. Нет, походу бы такие и в прошлый раз сюда проваливали, еще такой я уже вспоминаю. Вот во второй главе мы, наверное, найдем оставшиеся скелетные руки. И, короче говоря, блин, только получается, что я где-то одну записку таки провтыкал, Сара, но правда, где я мог это сделать. Вроде же везде ходили, все смотрели. Попережу, что ли, пока что вам руками? Я не знаю, чем еще заняться. О! О! Так, нам надо сделать просто, да? Хорошо. Ого! Чуть было, не убежали. Сохранено, отлично. Ой, блин! Полученное достижение Икар. Тут даже, видите, даже есть смысл самоубиваться тебе за это очинки в стиме даются. Забавно. Полеты Карлоса сделали, да? Ага, это там, где вы помните, там, где мы находили вот этого вот сердитого оленя рисунок. Хотя нет, это до сих пор первая глава и до сих пор Сара 3 и 4. То есть, может быть, мы еще найдем эту записку. Не все еще потеряно, ребята. Да, уж, ну и листочек. Прикиньте, вот в реале, кажется, в такой ситуации, конечно, да. Так, там, получается, что были уже, что ли? Там алтарь горит. Странно, как же мы тут могли быть? А, это, наверное, где мы провазили, но теперь тут уже заваленный вход. А вот этого, по-моему, раньше не было, да? Ну, по-моему, раньше не могли по ступенечкам подниматься, если я правильно помню. А теперь, типа, как тут пароход открылся. Во всяком случае, впечатление именно такое создается. Так, самое большое желание сейчас найти последнюю Сарену записку, конечно же. Ведь я хоть правильно иду, или я начал назад возвращаться. Блин, я же даже назад начал возвращаться, ну ты посмотри, а. Так, 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 так. Мы, значит, шли хоть сюда. Потом мы захотели спуститься, но мы же можем вот тут еще наверх подниматься, вот. Да, там уже я какой-то даже алтарь вижу. Или это не алтарь? Вон, опять это братишка, видите, спрыгнул. Решил покупаться. Ну, вообще-то так эти записки расположены, что ты вроде бы как даже не можешь их пропускать. Да, вот как ты по сюжету идешь, они все так расположены, что не заметить их сложно. И я все-таки думаю, что мы потом где-то найдем эту недостающую записку. Это он отсюда прыгал, да? Ой. А, это было так задумано. Нифига себе. А я сначала было подумал, что сейчас опять повторю икара, так сказать. Ну, тут так и надо было. Тут даже линия электропередач есть, ты смотри. Да. Сюда даже походу добралась цивилизация. Так, вот, обну сначала пойти, значит, мы можем идти в пряменько. А можем откроть сюда. Что-то такое. Типа утонешь или что это они хотят показать? Там опять какое-то болото, что ли? Ну да, жабы опять плафают, ты смотри, опять походу какой-то болото мы забрили. Типа утону. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Офигеть, что творится? Это тут вроде бы что-то подсвечивалось или... А, мне показалось. Мы можем хоть туда пойти, да? У-у-у! У-у-у! Хе-хе. Так это, опять-таки, так было задумано или я что-то не так сделал, у него понять? А, это было так задумано, ты смотри. Опять, братишка, в каком-то говне в болоте проснулся, ну ты смотри, а. Чё с тебе так не фартит-то, братишка? -. А-а-а! Фарф. Фарф... Фарф. 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 офигенно сделано болото конечно еще одна рука 46 нас даже сохранилась хотя раковичка вроде бы как и записка есть так что все отлично уголок я с детства росла в поселении для меня пугало не было чем-то необычным но в тот день все изменилось один из поселенцев старичок со странной кожей проводил много времени в огороде там не только занимался урожаем и беседовал все делали вид что не замечали этого когда я хотела спросить папу что если он злобно посмотрел на меня и больше я не задавал этого вопроса эта странность пугалом не давала мне покоя через некоторое время решилась я спросила самого старика вы считаете пугало живым спросила я что это девочка что за глупости пугало лишь оболочка но то что общается со мной через него настоящие она наблюдает за всеми даме и ждет своего времени скоро она будет достаточно сильным и этого не избежать она обещала меня пощадить если я сделаю одну вещь для него ну пожалуйста никого об этом не говори это будет нашим секретом ответил ставить от этого разговора мне стало тем более не по себе старик вскоре скончался пугало сняли но одним вечером когда я смотрел в окно разглядела в темноте знакомый силуэт это было пугало она стояла недалеко от моего дома будто хотела чтобы я вышла и поговорила с ним утром никакого пугало там уже не было он полагает помогает мне следить за всем мистер соломенная голова хороший друг ну вот теперь вы получаете все записки просчитали да а это же вторая глава здесь все-таки одну блин я все-таки одну записку сара выходит практикал потому что тоже вторая глава видите блин это обидно конечно я вроде бы пытался быть таким внимательным но тем не менее тем не менее надеюсь вы меня простите эту оплошность ребятишки удашка утопать болоте даже реально можно утонуть ты смотри то есть а наверно знаете что я не беру так под этим и штуковать и до типа камушки показывают куда тебе идти продай а вот следующие да да вот видите типа на доселе идти пойти по поверхности как только ты из поверхности сходишь на воду опускаешься тебя убиваются вроде бы делался как положено так ну вот первый сюда походу и сюда ага да вот точно просто камень есть видите ты странно что я прыгнул и умер а я вот тогда наверно прыгнул точно надо было сюда вот теперь понятно дальше нам по идее сюда это тоже прикольно даже знаете противники интересные великой даже нету но ты должен правильно себя вести да в том или ином месте тоже очень здорово сделаны с болотом очень прикольно так как нам дальше пройти вот мы же почти выбрались получается чисто нас тут она пугает они не тебя так на болото мы сходили приплыли мы оттуда получается получается что давайте сохранимся куда-нибудь сюда до нас теперь только одна дорога пряменько фух опять карта да карта 2 получено достижение но тем не менее вот я не помню я полу там стиме смотрел у меня полу карта 3 и там типа как достижение уже не сдал ты живет в этом плане странновато так это вот я сзади был в речке я был у меня только два варианта вот направо и пряменько каким-то домам идти там какой-то крестик типа как клад показан наверное там еще одна скелет скелетная рука все чаще мы стали встречать этого братишку до с горящими глазами похожего на девушку визуально больше как все чаще и чаще кстати вот тут еще что-то можно посмотреть немножко даже жаль да немножко даже обидно что нельзя от него никак отбиваться бы не от нее я не знаю в этом пол да а то бы ему наваляли тогда вы или ей с нашими то способностями рукопашного боя но опять таки если бы могли бы отбиваться то конечно тогда атмосфера хоррора она бы пропала бы сразу же до согласитесь тут какой же страх если ты можешь навалять своему противнику так то через мостик надо пройти до ухты какой-то туманчик ты смотри да ну в реале я бы конечно никогда в жизни бы не пошел в подобную хрень ну а здесь у нас выбора нету а у тебя карасе или что а что же делать метода не пускают видите меня туда не пускает этот туман то есть а может быть этот ритуал который мы должны провести да может быть вот именно он типа как и снимет эту фигуру черную мы сможем пройти или я должен что-нибудь найти ну любом случае пока что нам туда дорога закрыта так что погнали погнали тогда сюда наши единственный оставшийся вариант куда можно я не так пробежал на наш знакомый до наш старый знакомый уже так под мостом то что то есть интересное вроде бы как нет только обломки этого самого моста и все да 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 сердитая тетка ну да да вроде бы девушка это на есть это сара да здесь такое подозрение точно про нее много читали ее записок этих читали да она много времени проводила в лесу может быть стала какой-то там каким-то лесным бугром до лесным завсегдатаем так сказать кто знает ну вот нужно домика вы вышли через забор можно перепрыгнуть нет и вроде бы вообще в принципе игрушка такая получается коридорная да то есть в принципе можете только там по какой-нибудь определенной тропинке так нас сохранила да по какой-то там определенной тропинке себе идти можешь то есть направо налево и прямо грубо говоря да ну и в то же время так он даже особо не замечается да а я не лидер просил не трогать его сказал что нам не нужно привлекать внимание но от этого парня только проблемы помните тот день когда он приехал то что он часто выезжал в город не нравилось и мне и остальным наша общность не нуждается в таких людях но мы решили дать ему шанс я пригласил его к себе в дом предложил отведать вкусный ужин который приготовила моя жена дабы навстречу с глазу на глаз узнать его получше и понемногу приобщить к нашему стилю жизни но он вежливо отказался тогда я хотел предложить ему вместе поохотиться но он и от этого отказался упоминая случае случае из своего непростого прошлого мол хочет отныне созидать а не отнимать жизнь мне тошнит от этого парня у него грехи как и у всех нас но он думает что разрешил то сможет ни с того ни сего стать святым да кто он такой нельзя просто решить и стать хорошим парнем оставил все в прошлом двуличный подонок вот кто он еще улезет в дела лидера пытаясь выведать у меня информацию о его семье что за надоедливый тип но ничего может сейчас по неприкасаемый но когда ритуал будет сделан такие как он получит что заслуживают вот так вот ян короче говоря был в немилости у этой деревенщины которая тут жива да давайте что ли мусорный бак заглянем может там что-то есть на мочи с ворона валите да не нифига я думал по классике жанра знаете куда как когда куда-нибудь заглядываешь оттуда вылетает ворона там ноги воробушек или снегирь или муха там злая да это было вот так можно наверх подняться да а нет не можем хорошо я чуть не этот домик не нравится сейчас явно какая-то срака будет тут я прям чувствую очком своим у меня прям аж вибрирует в очке чайничек можно чайка заварить что-то такое а это еще путь хрень нашел блять просто звуки такие были как будто сюда кто-то идет да вы слышали но вроде слава богу перестал так рунический камень тоже элемент ритуала то есть там еще кроме этих скелетных рук надо еще и рунический камень собирать а ведь и нам осталось найти левую ногу и голову да тут дверь под замком если честно вот сейчас нереально даже немножко не по себе так еще какая записочка рунный камень я нашел его я нашел элемент ритуала лидер поблагодарил меня и назначил хранить его он выделил мне домик у реки который куда лучше моего старого жилища грядут перемены я буду одним из их вершителей скоро мы смоем грехи с наших земель и поможем людям стать лучше какой оптимистичный братишка нечто на чердаке книжку он читал и забавный момент что опять с горящими глазами иначе и чердак ведь тут есть мы его уже видели но залезть туда мы не смогли так вот он запертая дверь значит настолько один вариант это идти вот отсюда сейчас явно как срока будет блять 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 чё делать чё делать чё делать а и тут закрыта да ой-ой-ой-ой часть меня типа запер ну вот и все братишка поговорим чайку заварим тут чайничек стоит все можно мирно порешить что такое среди ты ключ кучка а ключ так как я сначала еще дупля не отбил что-то типа какая-то это ключевые полгали кстати вот это вот реально усрачный момент его так отчасти помнил но видите не так чтобы совсем хорошо сайта вроде бы что то есть то можно поплыть меня сомни утащит там вроде бы еще этот алтарь есть ёб блять я живу такие вот мелочи вот тут то бревно выплывет тут то пробежит кто-то где-то да вроде бы ничего ведь необычного с ними делают такого-то но это реально пугает ну вот мы еще один алтарь нашли сохранились записки тут никакой не было и предметом никакого не было то есть а больше быть разве что туда налево но я так понимаю что в этом какой-то потребности нет вообще если не вся это не все это говно которое тут творится даже то я бы тоже не отказался от такого домика у озера согласитесь очень миловидное место на меня застрял что-то давай братишка выплывая отсюда да очень миловидно здесь довольно было бы если бы не вся эта дичь что здесь повторюсь так а можно как-то вылезти сюда час прыжком будет ты можешь браток и это не может то есть на такую поверхность только искать ух мы сейчас найдем да это конечно было стремное приключение с этим братком еще то ведь до сих пор этот черный дым то есть он до сих пор в доме походу а я в него войти не могу правильно ну если бы я и мог то я бы росло клабо не входил бы на его баню такого братишку до сердитого это самое нечто на чердаке правильно правда я не понял так а что же дальше то делать мы больше по ходу идти никуда не можем насколько я понимаю ну да у нас большие вариантов то нету только вот в ту как раз хрень потому что это черный туман который не знаю может быть сейчас рассеется но я не думаю что все так просто до обычном натуре то идти то никуда что-то я не очень понимаю ой не то ну да туман никуда не подевался то есть у меня сейчас опять будут коцей да чуть я не понял ну там сзади болото правильно то есть болото нам там точно делать на болоте ничего то есть мы туда только выбрали сдам и там все нашли все что было этот подъемчик наверх мы залазили там опять таки ничего не было так и даже на карте но так и показывает да вот этот ход это туда мы пройти не можем а тут только домик и вот все чуть не очень понимаю что же должен сделать куда я должен пойти опять на болото что ли вернулся возможно что тут вроде бы как тоже ничего да ну да и тут запрыгать места в любом случае не может нифига не понятно разве что мы можем дальше путь смотреть точно мышь поплыть можем но я чуть совсем про это не подумал вот туда вот левее хвату дорогу держать смотрите вроде бы даже сюда под можно заплыть или нет вот тут еще один нашли клуб по интересам так так а а а а а постоянно меня то блять в болоте что бросит а в парашу вообще бросит меня ну капец скотина скотина такая чё там до сих пор наверху я тебя сейчас убегать что не придется я что наверху его уже нет выгребу я вам меня бросил он тут поняла так конечно записка я так и не прочитал а времени да как бы я не старался не могу выбраться из этого места поэтому решил бросить попытки сбежать и стал изучать окружение в поисках разгадки мне удалось выяснить что каким-то образом в этом месте обитает тень происшедших событий произошедших событий на первый взгляд это нельзя заметить но если попытаться обращать на это внимание то можно услышать отголосок прошлого который все еще живет тут мои подозрения что именно это и мешает мне выбраться отсюда дезориентируя приводя в заблуждение я даже не смогу сказать сколько времени прошло в нормальном мире да я не даром использую выражение в нормальном мире окружение будто потихоньку вытягивает из меня жизненную силу либо я найду выход отсюда либо это место в итоге прикончить меня мне нужно сохранять ясность ума только так я смогу выбраться отсюда и обессмертить мое имя еще что-то ты смотри а так это та же самая записка которую мы нашли от мира знаете она повторилась наверное на случай если типа да я бы не успел с параши забрать ту записку и провалился бы сразу они решили ее повторить а я не знал куда идти да тут очень куча вариантов можно и плыть дальше можно и в парашу было заглянуть да да так как я опять возле болота что ли вышел получается и дети вообще там есть алтарь а ну да это мы опять лишь вас этой хрени вот этот братишка нас хватил бросил в говно да так куда мы еще можем пойти отсюда мы значит теперь выпрыгнули а тут продолжается дорога да по идее нам так пряменько идти нет а вот еще код смотрите можно пойти я тут нифига нету а тут нифига нету короче говоря хорошо братишка опять что творить скотина сейчас он обвалится кстати она него залезть вот и сверху нельзя я думал может быть у него залезть наверх подняться нельзя так тут вроде бы тоже ничего да ну вроде бы тогда как можно быстрее здесь короче пройти выбраться на сушу потому что по воде здесь ходить сама опасно как я уже понял да ты никогда не знаешь дед братишка он опять выглядывает мне по болоту хватило прогулки там дальше вроде бы как тупик у меня даже как будто ведет видите такая тень шла до опять это ленчик прыгает чучело братишки жарить сардельку приятного аппетита тебе братишка мой бутылка у него с пивосом все как положено ты смотри чучело знает толку в отдыхе до да так как там к этой сохранности попасть я предлагаю сейчас конечно сохранится и наверно мы его в бане на этом нам на сегодня хватит приключений поход 21 октября последние месяцы мне приходилось проводить в тесной комнатке вооруженный паяльником я упорно работал над моим радиоприемником мой студенческий проект нужно закончить к апрелю у меня еще много времени в запасе поэтому я решил вместе с друзьями отправиться в путешествие подальше от этой городской суеты нам хотелось выбраться в какое-то необычное место с любопытной историей которая была бы подальше от цивилизации юра предложил идеальный вариант пора собираться на встречу с природой 25 октября первый день поездки и уже неудача нам не продали горячительное сказал что мы слишком молоды они это серьезно пришлось накупить лимонада но к счастью семен взял с собой фляжку и сделал нам лимонад поинтереснее 26 октября мы установили палатки развели костер хотя перед этим нам пришлось неслабо промочить ноги проходя маленькую речушку вброд после тесной машины было большой радостью разжечь костер и насладиться местными пейзажами это место имеет много жутковатых легенд также тут часто пропадают люди поэтому никого я не упустил возможности вспомнить пионерские времена и рассказать несколько страшных историй о черных черных домиках черными гробиками то ли его история так повлияет поле повлияли то ли лимонад но это место кажется мне все более жутким с каждой минутой надеюсь с нами тут ничего не случится иначе будет обидно если я так и не сдал свою зачетную работу братишка ли столько за жизнь печется да сколько за то чтобы сдать зачетную работу 27 октября людмила рустем из инаида перепели лимонады и устроили настоящий дебош бедный странный камень напоминающий алтарь был тут же закидан бутылками а ведь он наверняка заинтересовал бы ребят из археологического факультета место здесь очень дикая в этом я убедился сам когда чуть не свернул шею споткнувшись об сук эти чертовы деревья они словно ставят подножки и хихихихихихих над нами также мы обнаружили загадочную лестницу ведущую куда-то вверх к сожалению нам было очень трудно забираться куда-либо учитывая наше состояние но мы обязательно сходим туда в следующий раз 28 октября я надеялся что этот поход поможет мне признаться людмиле в моих чувствах еще с первого курса в нее влюблен но рустем полностью овладел ее вниманием ох уж этот рустем вечно получается девушек лучше бы мы бы мы не звали его сюда увы это было не мне решать будь моя воля вместо него поехал бы 2 юра 29 октября георгий собрался побродить по окрестностям но вскоре вернулся заявил заявив что видел нечто страшное со сверкающими глазами рустем засмеялся над ним говоря что он перепил лимонада решив использовать эту ситуацию как очередной повод для выпендрежа перед девушками он заявил что пойдет туда где георгий георгий увидел это существо и сам со всем разберется девушки отговаривали его но он был настроен решительно и решил дальше изображать героя я не могу поверить во все это все произошло настолько быстро что до сих пор не укладывается в голове рустем вернулся точнее дополз обратно весь в крови бегите это были последние слова которые он сказал перед тем как испустил дух все убежали в рассыпную от нашего палаточного городка но какой в этом смысл до ближайшего города пара десятков километров почему мы бежим и куда самое худшее что я отстал от нашей группы и теперь совершенно один в этом лесу я продолжаю писать в надежде что если сюда придет спасательная группа то она найдет эти записки и не бросит поиски нас или наших тел я все еще пытаюсь цепляться за жалкие надежды пережить этот кошмар и зачем вы только собрались поехать в это проклятое место студентики короче говоря по самоубивались ну а вот и бутылки с лимонадом которые они здесь набросали алтаря эффекта была согласитесь дает да бутылки по разлетались как только на алтаре зажги что же ребятишки очень интересная игруха да самое интересное конечно это чем это все закончится разгадка всего этого места в визуальном плане атмосфера все очень очень прикольно очень очень здорово думаю что вам тоже всем нравится до встречи тогда в следующем выпуске я как всегда благодарен за просмотр и за подписки за лайки до новых встреч а пока